Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы с вами, как и обещали, построим нашу передачу именно так, чтобы здесь мы говорили и о конкретных вещах быта, связанные с уже концом XVIII, I, III, XIX века, и не только с этим, но и какие-то общие тенденции того времени выразить и поговорить о них через художественный текст. Ну и, естественно, это время, о котором мы будем сегодня говорить, время, подготовленное определенной эпохой, эпохой, о которой мы уже говорили не раз, эпохой Петра I или послепетровской эпохой, которая, собственно, реализовала все то, что было заложено в начале XVIII века. Время совершенно определенно сформировавшее образ не только дома, но, естественно, образ жизни. И мы говорили не раз о том, что и XVIII, и XIX век, века, условно говоря, парадной культуры. Действие человека, жизнь человека, она становится явлением, которое осмысляется и передается через определенные каноны поведения. Через этот канон поведения настолько значим и настолько он, по сути дела, очень многое объясняет и в жизни человека, что он становится альбом к человеческой деятельности. Потому что, начиная буквально с быта, с танцев, разговоров, здесь все приобретает определенный смысл, определенное значение. И не случайно семиотическая школа, которая занимается усиленно у нас проблемами русской культуры, она пытается описать как раз XVIII век и I, XIX века через знак. И вот у вас сейчас на экране будет та самая заставка, можно сказать, та самая типология уже времени, ставшая символом начала этих самых знаковых преобразований. Жизнь воспринимается как парад, жизнь города, Петровского города, города Петра. Это жизнь регламентированная, жизнь, имеющая каждый регламент, он имеет совершенно конкретное значение. И не случайно культура классицизма, она становится наиболее востребованной в этой действительности. И ее вот эти строгие геометрические формы, пропорции и стремление выразить какие-то состояния через скульптуру не случайно. Вот у вас сейчас на экране беседка, которая называется «Храм дружбы в Павловске». То есть вы видите здесь попытку через камень выразить именно какие-то межличностные отношения. Вот все в конце XVIII века, XIX веке пытается быть запечатленным и выразимым. Все получает свое, как бы сказала семиотическая школа, знаковое значение. И, ну, они еще говорят эмблему. Ну, здесь у меня большой вопрос к ним, но это к ним, а не к вам. Ну, мне кажется, что эмблема и знак возникают абсолютно не случайно, потому что мы все знаем, что жизнь XIX века, дворянина в XIX веке была жестко регламентирована. Притом не только общественная жизнь, когда дворянин на службе, но и жизнь частная. И вот как раз регламентированность каждого движения, она рождала и его знаковую природу. Потому что, ну, вот представьте себе, за каждым движением закрепляется определенное то, что должен чувствовать человек. И вот это как раз в семиотической школе и принято называть знаком. Но мы тут чуть-чуть отвлеклись. Сегодня мы будем, большей частью, говорить о салонной культуре, о балах. И, конечно же, с чего начинается культура салона? Мы знаем, что для русской культуры, в общем-то, это явление не такое характерное для древней русской культуры. И все мы понимаем, что основные европейские преобразования были введены Петром I. Как они вводились? Дело в том, что до времен, до петровских времен, женщины не имели права участвовать в общественных собраниях. Они должны были ходить в церковь и воспитывать детей. В общем-то, к этому сводилась их функция. Петр I вводит обязательное присутствие женщин на собраниях. А те женщины, которые не приходили по каким-либо причинам, обязаны были понести наказание. И вот одно из наказаний, наказания были очень жесткие, допустим, приводили провинившихся таким образом женщин и заставляли их пить водку и вино. Это, конечно же, непредставимо для древнерусской культуры. Конечно же, это коренная ломка. Какие формы в то время принимает общественная жизнь и общественные развлечения? Мы говорим, в общем-то, об общественных развлечениях. Маскарад был очень распространен. Но маскарад имел дидактические, скорее, цели. И, конечно же, были распространены балы. Пик балов, маскарадов пришелся на время Елизаветы Петровны, потому что она была очень хороша собой. Она это понимала и очень любила различные увеселения. Эпоха Александра I – одна из самых ярких. Князь Сергей Волконский, например, говорил следующее. «Знаете ли вы в истории более красивую эпоху, чем эта наполеоновская сказка? Именно красота, красота и дурман. Все друг с другом знакомы, все друг друга любят и вместе с тем друг с другом воюют. Вся Европа – какой-то элегантный салон, в котором то сражаются, то окружатся в придворных полонезах». Я сейчас хочу перебить тебя и как раз обратить внимание наших зрителей на те строгие формы, которые, тем не менее, жизнь салона, она приобретала. Начиная вот с этих зданий классистического стиля. И сейчас мы как раз с вами перенесемся в ту самую залу благородного собрания, где и кружились полонезы. То есть это, конечно, не бесформенное было действие при этом. И все знакомые – это все определенный узкий, замкнутый на самих себе аристократический круг. Конечно, Татьяна Игоревна, вы абсолютно верно сказали, что формы были очень жесткие. И вот мы это видели. Это отражалось, конечно же, и в архитектуре, вот эти четкие колонны, высокие, стройные. Конечно. Но при этом бал, он занимал такое пограничное место между парадом, как жестко регламентированным ритуалом, и маскарадом, который, наоборот, представлял собой, если так можно сказать, организованный хаос. Ну, а бали подробно о том, какое значение имел каждый танец, как должны были проходить балы и что обязаны были чувствовать в это время люди, мы скажем позже. А мы остановились на том, что современники воспринимали в XIX веке эпоху Александра I как некую сказку. И заметим, что князь Сергей Волконский говорит «сказка и дурман». Почему дурман? Потому что на пороге война XII года. И вот война XII года, она как раз и расставит все по своим местам. Князь Андрей Волконский встретился с капитаном Тушиным. И вот как раз князь, который мечтал о геройстве, кружась в придворных полонезах, он встретится с настоящим героем. Война действительно изменит очень многое. И вот эстетизирующая эпоха Александра I, она во многом уйдет. Эпоха Николая I другая, она очень жесткая, мундир застегнутый на все пуговицы. В XX веке эпоха Александра I будет вспоминать. Это не случайно. Перелом эпох, он всегда несет в себе желание обратиться в прошлое и в прошлом найти эту опору. Вот посмотрите, пожалуйста, у вас на экране картина, как раз изображающая это страшное время, пожар Москвы. Но что интересно, когда французы подступали к Москве, то в зале Московского театра было собрание, и все участвовали, были ранены офицеры, были простые жители. Это было 12 августа, то есть уже вот-вот будет разразиться. То есть продолжался все тот же нескончаемый бал, и тот же праздник жизни. Вот тот дурман, как раз о котором и говорил князь Сергей Волконский. Ну, а в XX веке я хотела бы вам прочесть строчки Марины Цветаевой, которая как раз обращалась к той уже ушедшей эпохе. Как она ее чувствовала, и вот как это было воспринято уже XX веком по-другому, чем князем Сергеем Волконским, например. Стихотворение называется «Генералом 12-го года». Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса, Чьи шпоры весело звенели и голоса, И чьи глаза, как бриллианты, на сердце вырезали след Очаровательные франты минувших лет. «Одним ожесточением воли выбрали сердце и скалу, Цари на каждом бранном поле и на балу». Вот как раз у Марины Цветаевой происходит соединение этих двух полей, поле бала и поле бранного поля. Произошло ли это в жизни? Так ли это было? Да, для многих так. Мы знаем, допустим, князя Тучкова, трагически подившего. И, по-моему, там дальше как раз будет про Тучкова, насколько я помню в этом стихотворении, да? Да, да, да. Ну, я думаю, можно прочесть. Ну, конечно, я думаю, это очень красивые строчки, и они все-таки реальность какую-то выражают, не только это романтическое восприятие того времени. Конечно, конечно. «Ах, на гравюре полустертый, В один великолепный миг Я видела Тучков четвертый, Ваш нежный лик. И вашу хрупкую фигуру, И золотые ордена, И я, поцеловав гравюру, Не знала сна. О, как мне кажется, могли вы Рукою полную перстней И кудри дев ласкать И гривы своих коней. В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век, И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег. Три сотни побеждало трое, Лишь мертвый не вставал земли. Вы были дети и герои, Вы все могли. Вы побеждали и любили Любовь и сабли острие, И весело переходили в небытие». Ну, это восприятие из 20 века. Герои, которые могли все, В которых соединялась красота И мужество. Вот эта эпоха Александра Криви. Ну, и потом, конечно, Это юное очень восприятие Марины Цветаева, Потому что история С Тучковым четвертым, Она более драматична, И там она не связана С вальсом и с балом. Но, тем не менее, Это, конечно, очень, С другой стороны, Очень яркое стихотворение, Которое рисуют, Как из 20 века, Человек уже видит Людей того ушедшего времени. И понятное дело, Что в 20 веке Ну, уже немало, Немного было Примеров для подобного подражания. Ну, конечно, Поэтому и шло как раз Обращение к прошлому, И к той эпохе. Но, безусловно, С одной стороны, Реально был Князь Тучков четвертый, С другой стороны, Как вы сказали, Несколько идеализированное Восприятие. Эпоха Николая Первого, Как я сказала, Это уже жесткий-жесткий регламент. Балы могли проводить далеко не все, Не в каждом доме это разрешалось. Маскарады также разрешалось проводить далеко не в каждом доме. К Николаю Первому относились по-разному. Вот мы все знаем, Что у поэтов, писателей Были сложные отношения с цензурой. Мы знаем отношения с негативной точки зрения. Но придворная, допустим, Тучева Относилась совсем по-другому К Николаю Первому. Она считала, что этот человек Как раз воплощение того, Каким должен быть монарх Со своей жесткостью. Что его лицо, Она именно обращала внимание на портрет, Это воплощение Вот как раз порядка. И, ну, Я зачитаю То, как она писала о нем. Русский двор При Николае Первому имеется в виду Имел чрезвычайно блестящую внешность. Он еще сохранял весь свой престиж. И этим престижем Он был всецело обязан личности Императора Николая. Никто лучше, как он, Не был создан для роли самодержца. Он обладал нравственными свойствами. Его внушительная и величественная красота, Величавая осанка, Строгая правильность олимпийского профиля, Властный взгляд, Все, кончая его улыбкой с нисходящего Юпитера, Все дышало в нем земным божеством, Всемогущим повелителем, Все отражало его неизыблемое убеждение В своем признании. И таким же, Подобно Николаю Первому, Подобно его настрой, Величественному, официозному, Был и весь настрой всего двора. И, конечно, Балта во времени Как раз и представляет Наибольший интерес для семиотической школы. Это как раз вот то, О чем я говорила в начале передачи. Когда за каждым, Буквально за каждым движением В танце Закреплялось Своё должное чувство. Вот это очень интересно, Какие там чувства были. Даже это в голову У меня не может прийти. Потому что сейчас танцы Выполняют совсем другую функцию. Наоборот, Это раскрепощение на дискотеке. Можно себя показать Таким, Какое-то есть и так далее. Балл это несколько друг. Не всегда такой какой-то есть. Верно. Ну, я думаю, Что помимо Бала Очень интересной была И культура салона. А вот какие интересно были Танцы, Которые что-то вот выражали. Ведь это же был Такой язык танцев. Конечно, Он был. Но я думаю, Что лучше нам Поговорить об этом языке танцев И о том, Какие разговоры Должны были соответствовать Каждому танцу попозже, Когда мы скажем О культуре салона. Потому что эти вещи Взаимосвязаны. Да, конечно. Конечно, Это вещи. Ну, давайте тогда Действительно, Прежде чем говорить О какой-то вот Семиотике танца, Значении танца, Где я, в общем, Не совсем так это Представляю до конца. Но мы Введем И вместе войдем С нашими зрителями Собственно, В понятие салона. Что это? Мы все говорим И, в общем, Достаточно уже Такое шаблонное Словосочетание Культура салона. Что, собственно, Такое Был салон? Вот вы сейчас Увидите на экране У вас Салон, Именно Фрагменты жизни Салона. Салона Велигорского. Перед вами Вот, пожалуйста, Музыкальный вечер. И, как вы видите, Количество людей Понятное дело, Что не исчерпано На этой картинке. Но Здесь Сама композиция Картинки Указывает, Что собирается Определенный круг. А можно сказать Даже и Кружок. То есть Это нечто, Что противостоит Собственно, Всему Аристократическому Обществу. Вот это Во-первых, Интимный Дружеский круг, Который Выделяется Как культурная Единица В аристократической Среде. И здесь Я тоже Приведу Некоторые Фрагменты. Ну, например, Из рассуждений Жуковского, Того самого Романтика Жуковского, Который Откликнулся На Одну Заметку Начала 19-го Века О том В общем-то И малоизвестного Литератора Северина О том, Что Должно Писателю Поэту Ну, Художнику Стремиться К уединению И убегать От общества. И вот Жуковский На это Отвечает Так. Человеческое Общество Разделено Будет На два Круга. Обратите Внимание. То есть Вот Все Общество Он делит На два Круга. Один Обширный В который Он входит Изредка С твердой Решимостью Быть просто Зрителем Спокойным Холодным Без всяких Честолюбивых Трепований. Без всякого Соперничества С людьми Желающими В нем Торжествовать. Равнодушный К собственным Своим Неуспехам. Желающий Единственно Приобретении Некоторых Новых Понятий Некоторой Образованности Необходимый Его таланту. Он не будет Замечен. Это верно. Зато не будет И странен. Ибо в свете Находят Странными Одни Усилия Самолюбивых Бесполезно Желающих Отличить себя Перед Другими Летцами. Обратите Внимание Вот здесь я попутно Хочу обратить Ваше внимание На такое слово Странный. Это слово Оно Становится Одним Из Как сказали бы Опять-таки Представители Семиотической Школы Знаковых Слов Сейчас Это все Такой уже Тоже Фразеологизм Знаковое явление Это действительно Слово Знаковое Странный Человек Который Не такой Как все Вот здесь Несомненно Поэт Писатель Художник Позиционирует себя Как человек Не такой Как все Но он Входит Тем не менее В это Общество Аристократическое Вся деятельность Его Дальше Пишет Жуковский Всем Круги Ограничится Единственное Тем влиянием Которое Он может Иметь на него Посредством Своего Таланта И тут же Он рисует Другой Круг Вот тот Самый Другой Круг Который Становится Прообразом Салона Другой Круг Тесный Есть Тот В котором Он счастлив Любим И любит Где он Умеет успех Без всякого Усилия Не прибегая К утонченному И коварному Искусству Ну и так далее И так далее Вы сами понимаете Что это тот Круг Где художник И не обязательно Художник Но и какой-то Такой Странный Мыслящий Человек Чувствует Себя Вотребованным И понятым Это Достаточно Дружеский Интимный Круг И вот как Говорит Один современный Исследователь Достаточно Мне кажется Точно Он говорит О том Что салонная Культура Культура салона Она формируется На границе Между Домом И светом То есть Ну имеется ввиду Большим светом Аристократическим Светом И вот Ну а дальше Тот же Исследователь Приводит Собственно Он пытается Классифицировать Разные Типы И не людей Обратите внимание А действительно Поведение То есть Это не тип Характера Темперамента Это не какая-то Психологическая Характеристика Это именно Разные Каноны Поведения Эмблемы Поведения Знаки Поведения С которыми Люди Могут Вступить Вот В этот Салон И между прочим И в свет Вот Ну а я Не буду Я могу Все перечислить И остановлюсь На некоторых Только Ну выделяется Маргинал Вот очень Казалось бы Это странное Очень такое Сочетание Маргинал Потому что Сейчас в русском языке Говорится Маргинально Это маргинальное Явление Очень модное слово Но Маргинал Это человек Который Идет Вопреки Со взглядами Света И поэтому Маргинал То есть Он представляет Своё Частное мнение Но Он сознательно Позиционирует Это мнение Как иное Чем другое И вот здесь В этом смысле Конечно Был маргиналом Пушкин Он был маргиналом Хотя бы Потому что Он Ну здесь Приводится пример Его отношение К комедии Грибоедова Горе от ума Он Все восхищаются Чацким А он Называется Чацким Человеком Неумным И Объясняет Почему это Но Называет так И говоря так Он знает Какая норма И поэтому Маргинал Это не тот Невежий Который не знает Как себя Надо вести Он знает Какая норма Но он сделает Не так Как все Вот Это позиция Маргинала Но Маргинал Она Это позиция И не только Игровая Потому что И вот История дуэли Пушкина Она в определенной Мере Тоже является Маргинальной Потому что С точки зрения Света Собственно Ничего такого Не происходило И совсем Не обязательно Было вызывать Дантеса На дуэль Пушкина В этом смысле Маргинально Но Еще один Очень яркий Такой Канон Поведения И здесь Он больше соответствует Действительно Социальному типу Провинциал Провинциал Он не знает Этих норм И поэтому Он будет Преувеличена Эти нормы Света Светского Поведения То есть Он знает Их Понаслышке Он будет Их Выполнять И вот здесь Я вам приведу Такой Пример Как пишет О провинциале Вяземский Он Значит так Характеризует Поведение Провинциала В салоне Известно Что люди Высшего общества Гораздо Свободнее других В употреблении Собственных слов Жеманство Чопорность Оговорки Отличительные Признаки Людей Не живущих В хорошем Обществе Но у желающих Корчить из себя Хорошее общество Человек В сфере гостиной Рожденный В гостиной У себя Дома Садится ли он В кресло Он садится Как в свои кресла Заговорит ли Он не боится Проговориться Посмотрите На провинциала На выскочку Он не смеет Присесть Иначе Как на кончик Стула Шевелит Краем губ Кобенись Извиняется Вычурными Фразами Наравших Наравших Наравоучительных Романов Не скажет Слово Без прилагательного Без оговорки Ну и конечно Здесь приходится Такие строки Из Евгения Онегина В гостиной Светской Свободной Был принят Слог Простонародный И не пугал Ничьих Ушей И там же Говорится О жеманстве Вот Жеманство Есть признак Неаристократизма И вот этот Вычурный слог Непростонародный Тоже есть уже Признак Неаристократизма Провинциал Знает Норму И сознательно По-школярски Ее выполняет Вот Ну Провинциал Не только этим Отличается Но это Наиболее яркая Его черта Поведения Но есть еще Такие Роли В салоне Роль Например Законодателя Законодатель Понятно Что Здесь Глубо Особого Какого-то Смысла Само слово Потаенного Не несет Он действительно Законодатель Мода И между прочим Он этим гордится Вот этот Законодатель Он ценит Свою Позицию Что Что он Является Законодателем Мода Вот например Вяземский Вяземский Вспоминая О том Как он Был Принят И как Его воспринимали Обществе С удовлетворением Замечает О том Что он Был Тогда Как Примадонна На одном Бале Не помню По какому Случаю В устроенном Благородном Собрании Один Из старшин Просил Меня Руководствовать Или скорее Новогодствовать Ну то есть Новый год Танцами Прибавив Без всякого Лукавого И насмешливого Умысла Мы все На вас Надеемся Ведь вы Наша Примадонна Чистосердечие И смирение Вынуждает Меня Сознаться Что тогда Нас было Три Примадонны Пишет Умный Очень умный Вяземский С какой Радостью Внутренней Пишет О том Что Чистосердечие Вынуждает Его признаться Что тогда Нас было Три Примадонны Как это важно Оказывается Для человека Который Позиционирует Одновременно Себя И как Маргинал Потому что Например Относительно Грибоеда Вагурят Ума Он говорит О том Что Тоже Чацкий Неумен Он напоминает Стародум И так далее И так далее Вот И еще Конечно Была И роль Шута Роль Шута Очень такая Она странная Роль была Потому что Конечно же С одной стороны Ну Это не роль Законодателя Не роль Дэнди О чем О ком Я буду Говорить позже В связи с Онегином Специально Сейчас не выношу Эту тему Не роль Даже провинциала Шут Он достаточно В пушкинское время Роль Шута Не признается За знаком Каким-то Положительным В середине Второй половине XVIII века Звание Шута Вот как раз Тогда Начинается Рассматриваться Как оскорбительное А собственно Шутовство Ведется От начала XVIII века И после Петровского Еще и После Петровского Времени Продолжается Когда Например Для Шута Анны Иоанновны Делается Знаменитый Ледяной дом Для Шутовской Свадьбы Который Описан У Ложичникова Но Шут Может быть Человеком Очень рискованным И тогда Отношение К нему Несколько иное И вот здесь Я хочу Привести Пример О Паже Копьеве Из Времени Уже Павловского Но Паша Копьев Вы сами понимаете Паш Не может быть Никогда Человеком Который Не принят В обществе Это Представитель Аристократии Аристократических Кругов И вот Этот Паш Копьев Он любил Дерзкие Шутовские Выходки То есть Это не значит Что он Был шутом Он любил Он мог себе Позволить Дерзкие Шутовские Выходки Ну например Паш Копьев Бился об заклад С товарищами Что он Тряхнет косу Императора Павла Первого За обедом Ну вы себе Только представьте Регламентированный Обед За которым Паш Копьев Может тряхнуть Косу Императора Однажды Будучи при нем Дежурным За столом Схватил Он Государеву Косу И дернул Ее Так сильно Что Государь Почувствовал Боль И гневно Спросил Кто Кто Это Сделал Все В испуге Один Паш Не смутился И спокойно Ответил Коса Ваше Величество Криво Лежала Я позволил Себе Выпрямить Ее Хорошо Сделал Сказал Государь Но все же Мог бы Сделать Это Осторожнее Тем Все И кончилось Ну Здесь Опять-таки Нам уже Непонятно Что и почему Так все Произошло Но этот анекдот Построен на том Что Павел Первый Очень любил Чтобы человек Выполнял Добросовестно Свои обязанности Паш Копьев Должен был следить За тем За порядком И он Это так и Добросовестно Выполнил Свои обязанности И сыграл на этом Татьяна Игоревна А вот вам не кажется Что Вы говорили о фигуре Маргинала И о фигуре Законодателя Как они переплетались Вам не кажется Что маргинал В определенной Культурной эпохе Был Тоже законодателем Потому что Вот Феномен дендизма Да Который Ну мы будем Потом Позже говорить Там человек Который не похож На других Который презирает Общество Был в центре Внимания И допустим Андрей Балконский Который Сидел в салоне Анны Пауна Шерер И Ни на кого Не обращал внимания На все смотрел С высока Он был в центре внимания И его все при этом Уважали Вот Мне кажется Что эти фигуры Маргинала И законодатели Они переплетаются Ну конечно Здесь Дело в том Что сейчас вышла Достаточно недавно Книжка Современного Современного исследователя В этом смысле В этом смысле В этом смысле Очень интересно У нас И поведение Литературных героев Здесь Ну пожалуй Я хотела Поговорить О дэнтизме И в этом смысле У нас Был один Такой литературный Герой Который являлся Как раз Дэнди Это Онегин Онегин Он позиционировал Себя Именно Как дэнди Но Вот здесь Очень интересное Лотман делает Наблюдение О том Что он Дэнди Был такой Что Собственно Он пытался Себя показать Дэнди Он хотел быть Таким Разочарованным Молодым Человеком Но Есть там Такая деталь В его поведении Он легко Мазурку Танцевал И вот Он легко Мазурку Танцевал Поэтому Что же такое Мазурка Мазурка Это танец Достаточно Сложный танец Предполагающий Прыжок Какой прыжок Вот это В воздухе Три раза Человек должен Ударить Нога об ногу Ну Мне кажется Что даже Я вот это Представить себе Не могу В общем Это спортивный Да Это спортивный Танец Но Этот спортивный Танец Сами Не танцевали И вот Дэнди Разочарованный Дэнди Не мог Спортивный Танец Танцевать И Вот В этом Смысле Он Был Противоположно Разочарованный Дэнди Другому Герою И Его Собственно Поведение Оно Показывало Подчеркивало Поведение Романтического Героя Ленского О чем мы Поговорим Попозже О ком мы Поговорим Попозже Но Дэнди Дэндизм Он был Не только Конечно же У Ленского Вот Например Я вам Приведу Такую Эпиграмму Ильичевского На Пушкина У печки Погружен Молчание Поднявший Фраг Он Спину Грел И никого Во всей Компании Благословить Он не хотел Ну Это Даже Это Пародия Стихотворения Демон Пушкинское Стихотворение Демон И Никого И ничего Во всей И никого Ничего Во всей Природе Благословить Он не хотел Поведение Разочарованного Человека Который По сути Дело Вот Ему Все Он В жизни Всем Присытился Ну И здесь Конечно же И Лотман Указывает На источники Танглийский Романтизм Фигура Лорда Байрона Которая Несомненно Вот это Мотивирует Все это Поведение Причем Надо сказать Что Байрон Он в нашей Русской транскрипции Вот так был востребован Но на самом деле Байрон Позиционировал Такую мужскую Грубую силу Грубость Романтика А был еще Другой Бремль И вот Бремль Противопоставлял Как раз Грубому Мещанству Светской Толпы Изнеженную Утонченность Индивидуалиста Который Как раз Удаляется От людей Татьяна Игоревна Я хотела бы Обратить внимание Что Лотман Узнает Настоящий Дэнди Онегин Или нет Благодаря танцу Это очень интересно Танец Мог рассказать О человеке Очень много Не только О его воспитании Аристократическом Или Мещанском О чем Вы говорили Вначале А и О характере Вот как уже Говорили Мазурку Танцевали по-разному Дэнди Должен был Ее исполнять Очень холодно Как будто бы Ему все надоело И он выше всего этого Допустим Так исполнял Мазурку Пушкин В своей юности Человек Купеческой культуры Наоборот Вот Как раз Купциты И умели Обычно Подпрыгивать В воздух И три раза Ударять Ногообногу Надо сказать То что Мазурка Была Один из самых Свободных И вольных Танцев Потому что Бал Как я уже говорила В 19 веке Был регламентирован Он открывался Танцем Полонезом То есть Вначале Это был Минуэт Потом он Сменился Полонезом Полонез Польский Танец Он так И транскрибируется Собственно говоря Польский Известен был 16 века В качестве Шествия Рыцарей И изначально Он был Именно Рыцарским Ритуалом Не просто Танцем А именно Ритуалом Ритуалом Преклонения Прекрасной 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 дамы Все отлично Знают То что В средневековье Среди рыцарей Был культ Прекрасной дамы Ради нее Они сражались При этом Очень часто Они вообще Этой прекрасной дамы Не видели ни разу А слышали От кого-нибудь И вот И считали Что теперь Ради этой женщины Они будут умирать Так вот Из 16 века Постепенно Пришел этот танец И шествия Он преобразовывался Именно в придворный Полоназ Надо сказать То что Там же на колено Встают Да Да Вот как раз Об этом я и хотела Говорить Был целый ритуал Как надо танцевать Первую пару Если это был Действительно Придворный бал Должен был Открывать король Или царь И Полоназ Отличался Большой сложностью Исполнения Вот я сейчас прочту Как Современник Описывает его Без рассказов Стариков По ныне Носящих старинный Национальный костюм Имеется ввиду Польский костюм В идеале Его должны были Танцевать Именно в польском Рыцарском костюме Нельзя было бы Представить себе Все многообразие Нюансов И выразительную мимику При исполнении Полонеза Который В давние времена Скорее Представляли Чем танцевали Это очень важно Замечание Это скорее Представление Ритуала Чем танец Чем развлечение Именно бал Открывается ритуалом Никогда Не носившим Эту одежду Трудно Усвоить Старинную манеру Держаться Кланяться Передать Те тонкости Движений Во время танца Играя Разнообразными Аксессуарами Неспешно Жестикулируя Шляхтичи Наполняли Польский Живым Таинственным Содержанием Безусловно Для людей Воспитанных Еще в культуре 18 века Для стариков 19 века Этот танец Еще был Очень живым А для современников Александра I Допустим Этот танец Был уже Таинственным Потому что Непонятным Допустим Очень важное Место Занимало Тот момент Когда рыцарь Кавалер Вставал на колено Перед дамой И перекладывал Шапку Бархатную шапку Из руки в руку И при этом Шапки должны Были Поблескивать Алмазы Это зачем? Вот это был Символ Преклонения Перед женственностью Но в 19 веке Этого не было Вот это Сохранялось Если это был Придворный Строгий бал По всем Правилам То это Сохранялось И поблескивали Алмазы Ну вот Я уже не знаю Поблескивали ли они Но я думаю В идеале Должно было быть Именно так Чтобы показать Величие Кавалера Который тем не менее Несмотря на свое величие Преклоняется Перед дамой Второй танец Был Мазурка Прошу прощения Второй танец Был вальс Вальс был введен Уже в эпоху Романтизма И романтизм Превозгласил То что каждый танец Должен иметь Свою душу И быть естественным В то время как Полонез воспринимался Как именно Бездушный Мертвый танец Потому что Естественно Рыцарские культы Уже в 19 веке Не играли Такой роли И вот На смену Главному танцу Другим главным танцам Стал именно Вальс Очень интересно Как Как воспринимали Его во Франции Например Очень часто Он осуждался Писали Что этот танец Безнравственный И Понять его Танцевать его Могут только молодые Которые Придерживаются Новых правил Ну вот Я процитирую Танец си В котором Как известно Поворачиваются И сближаются Особы обоего пола Требует Надлежащей осторожности Чтобы танцевали Не слишком близко Друг к другу Что оскорбляло бы Приличие Молодая особа Легко одетая Бросается в руки Молодого человека Который прижимает К своей груди Который увлекается Такой стремительностью Что сердце И невольно Начинает стучать А голова идет кругом Вот что такое Этот вальс Современная молодежь Настолько естественна Что ставя ни во что Утонченность Она с прославляемыми Простотой И страстностью Танцуют вальсы Это писала Жан-Лиз Очень Ну я бы сказала Моралистка Известная Естественно Мы здесь видим Негативную оценку Этого вальса Как слишком Танца Как слишком свободного И противостоящего Полонезу Который наоборот Был выражением Утонченности В представлении Людей Старого поколения И старой культуры Интересно Что Пушкин В генеонегине Охрактеризовал его так Однообразный И безумный Как вихрь жизни молодой Ну однообразный Это понятно Почему Очень простые фигуры В отличие от полонезы От мазурки А почему он безумный Вот как раз безумный Потому что он позволял Не просто выполнять Какие-то действия А он позволял Чувствовать И раскрепоститься Конечно И вот несмотря На свою такую Простоту Он был Как бы близок К природе Близок К естественности Романтизм Он именно Превозгласил Близость К естественности И вот Эта близость К естественности Она и пугала Людей старой культуры И вот таким образом Здесь очень интересное Противоподставление Я основлюсь только На этих Двух танцах Вальс И полонез Вот весь бал Вся история Балов В 19 веке Она колебалась Между полонезом С его ритуальностью И вальсом Наоборот С его способностью Раскрепостить Человека И в этом смысле Можно сопоставить Бал с такими явлениями Как парад И как маскарад Вот парад Это Фонез Нет Я имею в виду Именно как парад И маскарад Парад Вот если война Требует инициативы Решительности Смелости То парад Напротив Требует Подчинения И строгого порядка И футбук Писал Что это Парад Создан для ничтожества Потому что Как раз там Нет места Индивидуальности Человека И с одной стороны Конечно Бал В каком-то Смысле Был и парад Потому что Он требовал Строго регламентированности И Регламентированность Это касалось Не просто Движения Но даже Разговоров Допустим Мазурки Должен был соответствовать Очень легкий разговор Мазурочная болтовня Так называемая Она очень не нравилась Пушкину Но тем не менее Говорить какие-то Серьезные вещи Во время Мазурки Было просто Неприлично Делать признание В любви Ну это было Сверх норма А вот допустим Во время Вальса Как раз Надлежало Говорить о любви И о более таких Возвышенных вещах О чувствах Поэтому его еще Конечно считали Непристойным И вот таким образом Все Регламентировалось Но с другой стороны Маскарад Который маскарад Это было еще одно развлечение Третья Ипостась Общественной жизни Маскарад наоборот Выявлял Был максимальным Проявлением Человеческой воли Когда человек Позволял себе Делать все Что угодно Вести себя Как угодно И о природе Маскарада Мы будем Говорить еще Потом Да это конечно Это же и остались Эти у нас Свидетельства Всем известный Маскарад Лермонтова И там как раз Это осмысляется Вот этот маскарад Который действительно Я поняла эту мысль Он в этом смысле Противостоит балу Ну и конечно же Понятно что В этой гостиной В этом салоне В танцевальной Этой среде Роль женщины Постепенно Будет становиться Все более и более Главной Значимой И собственно У женщины Игровая натура Она Более восприимчива Хоть Ну надо сказать Что и Веряземский И Пушкин И многие-многие другие Прекрасно Играли в те Знаки И игры Которые они Сами же И создали Но Как раз Вот роль женщины Тоже все более И более Становится Центральной Что тоже Отображается И в русской Литературе Ну в частности Если вспомнить Хотя бы Грибоедова Женщина Которая О которой Говорит Фамусов Готовый Собраться Именно за карточным столом Перед балом Во время Бала Судить И решать Между прочим Во время Бала И увеселения Государственные Проблемы Ну вот это Такой Несколько Уже Перевернутый Мир Он Как раз И Тоже Начинает Зарождаться И развивается В культуре Салонной Жизни Ну а В следующий раз Конечно же Мы остановимся На таком явлении Как маскарад И продолжим Нашу Тему Быт И уклад Русской Дворянской Семьи В пространстве Дома Всего доброго До следующей Нашей передачи До свидания До свидания